и приветствую вас еще раз вот сегодня у нас с вами очередная встреча и новости философия компании как всегда мы с вами скажем так встречаемся по четвергам сейчас и я очень рад всех вас видеть еще раз вам добрый вечер вот наша тема меня зовут олег тарасов да наша тема как всегда о струнных технологиях а ю ст о skyway а ю sky как теперь вот и в первую очередь я все-таки говоря о том что человеку необходимо творить созерцать созидать вот и конечно же все это необходимо творить когда во всем мире мир поэтому желаю всячески чтобы быстрее наступил мир вот и мы с вами занимались созиданием и творили на этой земле добрые дела вот так могу сказать и я думаю что всем у меня тоже поддержит вот да добрый вечер всем кто присоединился и всем мира в душе и мира наяву повторюсь как всегда в общем расскажу о юницкий стринг технологии сейчас компания так называется это международной инженеринговой компании занимающиеся проектированием строительством сертификации высокоскоростные городских грузовых транспортных систем перспектива охвата мирового рынка транспортных услуг до 50 процентов и я даже думаю что больше в сфере последних событий когда действительно все дорожает топлива дорожает человеческий ресурс дорожает конечно же здесь логистика просто летит как как ракета ввысь да поэтому же конечно вот все что сейчас происходит она очень сильно меняет этот мир и как никогда сейчас очень важно доставка всех грузов ресурсов очень быстро и как можно быстрее как можно дешевле вот несмотря на все то что происходит люди остаются людьми на людям надо кормить детей свои семьи вот и в принципе конечно же сейчас такое время что турбулентное можно так выразиться да и конечно же сейчас необходимо найти тот баланс который в общем то очень сильно нарушен но философия компании этот транспорт должен быть решением проблема них источником действительно сфере последних событий что действительно вот идет просто я не знаю коллапс какой-то и я думаю что он должен закончиться но действительно идут и военные действия идут экономические разные санкции вот и конечно же страны которые подальше от этих действий скажем так страны персидского залива хотя все равно нельзя сейчас сказать что все 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 равно все так или иначе соприкасаются страны латинской америки они в общем-то очень сильно задумываются о том как сделать проводить вот эту вот политику такую и принципе конечно же вот транспорта как я вам говорю сейчас что очень заинтересованы очень многие люди может быть мы не все можем знать мы не все можем читать но где-то между строк где-то я знаю что очень много людей которые работают на продвижение адресных проектов но компания сейчас не говорит об открытую да со всем этим связанные как говорится вот есть выражение счастье любит тишину деньги любит тишину и я думаю что вот такие технологии прорывные они тоже как анатолий эдуардович любит тишину поэтому наверное вот не всегда мы можем сейчас с вами знать все в полной мере вот и доносить уж тем более тем более как говорится лучше не договорить чем переговорить и и в общем-то испортить и репутации компании и какие-то вот знаете потом из этого раздувается что-то большое потом оказывается что где-то кто-то чего-то лишнего сказал и получается что не неправда и так далее а ты об ответе за все получается компания и в лице анатолий эдуардович юницкого который действительно за эти 40 лет очень много вынес на своих плечах и сейчас продолжает нести поэтому наша с вами задача это говорить то что мы видим из официальных источников поэтому продолжаем с вами двигаться и у нас все равно несмотря на вот этот вот скажем так определенный занавес мы все равно можем видеть как движется компания и конечно же новости все равно нас радует и мы к ним сейчас вернемся но комплексное решение вы знаете что это грузовые пассажирские потоки в отдельном пространстве на втором уровне этот транспорт который перемещается по специально струнной эстакаде рельса струнной эстакаде и стоит стоимость такого решения ком вот она гораздо дешевле чем нежели существующие транспортные решения вот ну и вот одно из последних новостей да новость такая которая в общем то всех нас белорусов людей живущих белоруссии людей живущих скажем так минске которые неоднократно были в этом замечательном хозяйстве юницкого акварель как который сейчас называется здесь в основном для рыбаков для людей которые любят природу там действительно очень прекрасные места многие там были вот многие уже я даже знаю сейчас вот удивило меня хочу спросить у меня есть знакомый стоматолог который замечательный профессионал вот и буквально открываю фейсбук и вижу как она своего младшего ребенка катает на лошадях и написано акварель вот поэтому я и будучи у нее на приеме как-то рассказывал про технологии чем я занимаюсь что вот такие есть технологии вот мне она ну честно говоря не совсем так восприняла это да то есть конечно было мне неудобно говорить с открытым в том много но то что я успел сказать то что я сказал в общем то даже от выставил ей какое-то видео вот мне сейчас будет после посещения акварели спросить у нее как-то обратила внимание что там помимо еще прочего что то есть интересно но я думаю что как только вот такой юлайт да он будет называться и искать транспорт представляет юлайю 4830 да мы все знаем что уже были анкерные опоры сделаны вот потом от связи скажем так с последними событиями вообще до этого с к видной ситуации вот никак не могли доставить вот инновационный транс рельс вот это да вот и действительно из-за этого была задержка но сейчас как вы видите все уже сделано нагружается сейчас идет в общем то идут такие работы по скажем так как называется по вылетела наверное хотел что-то другое сказать в общем сейчас идут работы которые устраняют все недостатки да вот и в принципе я думаю что мы с вами уже можем возможно в мае возможно в июне месяце уже не просто посмотреть как она там эта кабинка движется до проверочные работы вот эти до испытательные вот а именно мы сможем уже прокатиться я даже уже у лёши спрашивал лёш как ты думаешь сколько это будет стоит вот и вот хочу спросить у вас сколько вот помните вход был у нас пять это 7 рублей кажется да вот вот сейчас там и доллар другой там подорожала там все а вот сколько интересно будет стоить такой проезд на вот этой вот кабинке вот как потому что там всего количества 6 человек насколько я помню да вот мы сейчас посмотрим да вот смотрите you light подойдет любителям езды на лодках до гольф пеших прогулок вот вы знаете что если туда заехать далеко вот это там хотя в принципе прекрасной дорожки там есть и велосипеды есть и самокаты вот там можно кататься но это действительно как будто приключение да вот как раньше мы с вами катались на метро проехали сюда обратно вот мне кажется вот это даже будет больше отключений потому что во первых с высоты птичьего полета во вторых это так будет мягко ну та кабинка что была помните она была старенькая а это вот такая уже здесь современная кабина мне на очень понравилось вот ее дизайн такой юлай да вот смотрите пассажиры вместимые 6 человек снаряженная масса 500 килограмм полная масса с людьми это 950 килограмм эксплуатационная скорость 30 километров в час довольно таки быстро хотя в то же время такой прогулочный вариант до мощность двигателя 3 киловатта и количество приводных двигателей аж 8 аж 8 двигателей поэтому это будет все будет интересно в общем то смотрите простой доступный как в производстве так и в эксплуатации находится на завершающей стадии тестирования вот наконец-таки слова вот он и куда я закопал либо это слово да вот трасса строится в центре испытаний в беларуси будет проходить над лесом и водоемом вот мне очень хочется там проехать вот посмотреть насколько это плавно по сравнению сравнить с тем транспортом который в шарже я вот ездил и в общем то здесь мы тоже на многих катались вот уже моделях да поэтому я думаю что будет интересно единственно вопросы это сколько же это может стоить и я думаю что если поставить такую цену те же 5 рублей вот как мыслешь рассуждали возможно это дороговато будет если это будет вообще дешевле может там будет больше людей есть в общем сколько будет кабинок вообще вопросов много поэтому мы все с вами ждем ну вот придавайте предположение сделаем сколько будет стоить одна поездка 1 1 человека ну я говорю я допустим хочу чтобы это было стоило где-то ну пусть будет 22 рубля там и вот так я вот так говорю вот какие ваши там мнение пожелания 5 рублей на умович все-таки не алексей цены не сбавляется но это довольно-таки будет много если мы приедем семьей допустим вот так вот и сразу там по 5 рублей там 45 человек сразу 25 рублей дальше ну там там же не очень большая трасса вот я думаю что все-таки 5 рублей дороговато вот ну то семейный билет 10 рублей отлично вот если семейный билет а всех на всю кабинку может быть и неплохо 10 рублей в общем с ценообразованием подумаем но в принципе это идея интересная здоровская и вот еще раз посмотрите да действительно мне кажется будет очень интересно вот ехать смотреть видите и даже вот как я говорю что когда скорость тогда хочешь любоваться вот в общем то хочется любоваться поэтому даже 30 км мне кажется довольно таки быстро поэтому потому что на воздушном шаре летишь вот она хочет на борщу бы то было медленно да то есть не может быть быстро воздушный шар лететь вот поэтому тут даже в этом плане наверное это максимальная скорость ну 30 которую вообще стоило бы бы развивать ну в общем это ждем да все больше никто свои предсказания не написал вот я говорю 2 лёша до 5 и на семейные 10 ну посмотрим кто победит и кто кого прокатит ну вот так вот но следующее вот это конечно очень здорово ска потому что принципе мы все с вами вот смотрим вот и да юм юни мобили все это замечательно здорово но на самом деле вот посмотрите интеллектуальная система управления транспортно-структурном комплексе юскай и вот тут такая картинка которой у нас еще нету наяву да но это очень здорово опять так я думаю она будет будет даже и еще красивее и еще больше пошли цвет это уже такой достаточно крупный такой центр да как вокзал тут и наверное тут действительно уже количество людей гораздо больше судя по поездам тогда но вообще в принципе вот так вот задуматься так вот смотрите это сложная система бесконечным как вот называется жизненным циклом может стоять состоять из большого количества компонентов вот давайте просто представим да что действительно если мы берем канатную дорогу либо мы даже берем наше традиционное метро вот у нас сейчас два вида ездит и поездов новые и старые если мы берем трамвай на трамваях тоже можно иногда встретить более новые трамваи и менее но но они в принципе все примерно одинаковые то есть какие-то улучшения но в принципе тогда большие поезда там в трамвае бывают в два в один вагон допустим но в принципе мы представляем здесь же получается на смотрите различные электромобили у нас их там мы что с вами считали что помимо всего прочего тут могут быть и грузовые двигаться до и пассажирские пассажирские могут быть от одного человека два человека четыре человека 14 человек там 28 там 40 и и вот такой поиск который там может быть с цепки без до бесконечности да вот кроме того может быть скоростной транспортом на шесть человек или на четыре человека там со скоростью 500 км в час в общем то это очень очень много кроме того путевая структура тоже она бывает разные в зависимости от выполнения какой задачи система безопасности разные дальше многоцелевая инфраструктура то есть помимо транспорта есть еще информационная вы все знаете что у нас там может будет работать интернет энергетическая это если там проводить куда-то надо будет свет и так далее и тому подобное да то есть вот вот сколько всего да вот вмещается вот в эти вот допустим в этот вообще комплекс да и даже в течение суток вот я тоже это удивился когда эту статью перечитывал транспортный комплекс может менять свой состав действительно вот в одно время может быть надо будет когда там час пик будет выпускаться такие большие вагоны а в другое время когда там будет может быть меньше людей которые будут допустим куда-то просто ехать на семью их желание будет там находиться в небольшом транспорте туда могут быть там четырехместные допустим запускаться до либо двухместные вообще либо вообще кто-то себе там один закажет как такси и поедет допустим то есть вот это вот все будет меняться и вот данные функции они действительно рассчитаны искусственным интеллектом вот эта вот фотография вот где олег зарезки да объясняет вот людям всем там видите даже на пальцах показывает вот давайте вот представим сколько всего интеллектуальная система вот обеспечивает задач да сколько она решает вот этих вот поставленных задач вообще перед вот этим комплексом потому что конечно пока мы с вами видим что по одной трассе у нас и это один транспорт по другой трассе нас есть другой транспорт и вот в принципе даже когда мы были в шарже там действительно там есть подвесной это грузовой висит до контейнеровоз вот на на 20 футов и вот допустим на 4 человека вот сейчас вот там до юника поэтому смотрите но в пред в целом вот вообще как это сколько рассчитано смотрите задачи следующие осуществляет оперативный сбор и обработку данных о реальном состоянии транспортного комплекса второе автоматически рассчитывает логистические маршруты для доставки грузов и пассажиров это вот о чем мы с вами говорили когда сколько людей когда сколько какой пассажиропоток и так далее да и соответственно соответственно и груза также оптимизирует транспортные потоки до чем мы с вами говорили дальше прогнозирует возможно изменение транспортном потоке выбирает наилучшее решение для режимов работы транспорта вот даже если сравнить метро в час пик у нас там это везде в принципе да в час пик в метро там не протолкнуться там очень опасно если нет вот ограждения допустим чтобы там тебя не под не подтолкнули не столкнули вот в общем то есть такая фобия до чтобы туда ближе к этим не идти там заходит транспорт ну вот у нас допустим на первой линии до метро в эмиратах там закрыта вот 2 линии нас там закрыта то есть я имею ввиду 3 который уже построили да а 1 2 вот они открытые линии довольно опасно вот но при этом я говорю что в другие часы приходит целый поезд и заходишь там один на целый вагон садишься особенно вот этого третья ветка наша иногда там действительно вообще никого людей нету конечно же в этом случае это просто гоняется просто так и тратится сколько там энергии времени и так далее ну и сама работы в общем то гоняется по пустой вагон пустой это целый этот самый целый поезд гоняется да поэтому тут можно тоже будет меня дальше корректирует график в зависимости от ситуации транспортной сети прогнозируют возможные проблемы применяют корректирующие меры информируют соответствующую службу в случае чрезвычайной ситуации стихийные бедствия вот это вот все это не человек который в общем-то будет сидеть за комплексом этому он будет следить в общем-то за как движется аппаратура но в целом вся эта весь искусственный интеллект он будет всем этим управлять поэтому я в принципе вот говорю мы говорим когда 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 вот наверное вот когда если человек осознает что вот это вот он приходит и вот он кнопочку нажимает и вот он согласно его желанию подойдет либо одноместные либо четырехместный либо вообще подъедет там на компанию там 14 место либо он просто в общественном транспорте поедет понимаете насколько это вот сколько это надо всего понимать знать и ощущать и я честно говоря вот даже уже знаю что это все ездит и двигается вот я вообще даже не могу себе представить как это можно все было вот продумать проработать и столько сделать всего поэтому снимаю шляпу и говорю конечно же мы дождемся вот этого вот транспорта когда мы будем выбирать ездить двигаться и конечно же это уже не за горами потому что видите очень большой интерес вот фотография мне это очень нравится когда олег зарецкий здесь вот налево направо всем показывает объясняет рассказывает и действительно большой интерес и женщины и мужчины и фотографируют и смотрят и сидят в общем то помещение самом деле очень небольшое но вот это вот для вот этого вот небольшого отрезка который там 400 метров всего и все равно сколько вот уже сколько уже функции оказывается надо будет вот выравнивать сейчас когда построить еще две трассы надо на два с половиной километра далее пойдет еще там дальше скажем так если движение то в принципе это вот видите постепенно водится но в то же время она уже решение есть не просто но вот вот так должно быть и вот так вот на самом деле она есть и мы сейчас вот приходим к тому что главный конкурент да вот это гиперлуп который все время говорили горе что вы нам про свой там гиперью говорите вообще транспорт ю sky транспорт вот 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 илон маск делает гиперлуп а когда еще биржен когда присоединился присоединился с компанией биржен да что тоже миллиардер ричард брэнсон да вложил деньги вот и ставил называться биржен гиперлуп ну давайте вот разберем потому что статья вышла в word construction today это журнал который постоянно сейчас печатает статьи о скажем так о технологии с ю sky ну по крайней мере от довольно часто выходит там статьи вы знаете были и сравнительные статьи там и с трамваем и с подвесной канатной дорогой да вот сейчас дошло время до гиперлупа ну давайте вообще разберемся вот такая картинка да это и журнала вот что такое гиперлуп там задумано было так что в общем-то вакуумные пассажирские поезда вот так они выглядят до которые должны были разгоняться до 1000 километров в час вот и значит действительно уже тогда несмотря на вот эту всю шумиху и вообще как умеют американцы все это преподносить до что там супер-пупер и все и технологий таких нету больше действительно вот это все будет ездить и деньги есть и технологии есть и в общем то но все равно вот как я кстати прочитал что и были люди которые эксперты которые считали проект не жизнеспособным даже если даже несмотря на все то что получится получить разрешение регулятора и другие утверждали что даже если это все получится все равно это очень дорого потому что вы знаете что у нас вот анатолий дарыч так и говорит что так как он жил не богато да и в общем то даже сказать бедно то он всегда вот как он книги пишет а мне всегда было решение как минимальными средствами выполнить максимум задач вот поэтому это вот совершенно разный подход да то есть деньги реклама здесь все столько хайпа как говорится да ну вот все равно были люди которые вы что это в общем то это может быть не жизнеспособно вторые говорили что это очень дорого и реализация потребует даже не миллионов а миллиардов долларов третье полагали что расчеты потребляемой энергии будет значительно больше чем указал разработчик тоже энергетический подход был сюда потому что в сфере последних событий вы знаете сейчас сфера энергетики это очень и очень важно но больше всего значит беспокоиться о безопасности для пассажиров потому что в общем-то риск разгерметизации он всегда в этом случае игра скажем так основополагающую роль потому что в общем то вы понимаете что планировалось это труба закрывалась в общем то когда заходил туда вот это вот капсулу же с людьми заходила внутрь вот должен был отсасываться весь воздух и в общем то в такой скажем так в полный значит в этом вакууме уже это вот это вот чтобы ничего не мешает тогда вот очень быстро движется со скоростью тысячи километров в час ну а если капсула которая во время движения допустим теряет герметичность то все пассажиры в общем-то мгновенно могли бы погибнуть и вот это все в общем то все делала сделала с 2013 года все это было шумиха и в общем говорили там но я очень ну они как конечно красиво рисуют это компьютерная графика и так далее вот и даже я нашел это вот сотрудники которые это вот не нарисованные люди но они как-то вот американцы так вот выглядит там так это вот я сейчас видео к сожалению я показывает но не потому что нельзя а потому что мир мирополис не показывает видео да вот но в общем то я посмотрел я вот это видео действительно сотрудники которые уже работали вот это virgin компания вот virgin гиперлук да вот и компания вот они заговорили о том что у нас все идет супер пупера вот и у нас в двадцатом году все запустится в общем то потом в общем то получилось что перенесли на двадцать первый год потом опять там и в общем то сейчас вижу гиперлук решила закрыть этот проект вот они уволили половину своих сотрудников кстати вот 111 человек написано до 111 меня даже удивило потому что у вы знаете что в юстек работает вот после даже к вида было около тысячи человек а сейчас вот 650 допустим да и мы горьбой в общем то не так наверное много принципе с другой стороны вот видите вот вам virgin гиперлук я там думал там тысячи человек работает работал но судя потому что где-то половину воли то есть то есть где-то 250 человек работала в общем 111 волю уволили и именно уволили тех людей которые занимались именно разработкой пассажирских перевозок поэтому вот эти люди которые здесь улыбаются там даже вот так вот кулачками потрясывали вот наверное их всех бедненьких уволили вот и я посмотрел еще другое видео мы сейчас дойдем до этого видео тоже и там вот парень который рассказывает который да все ждали 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 и вот и он там в общем то тоже нашел по помимо всех технических вопрос вопросов там было такое условие и там даже показывает что джефф бизнес так рассмеялся что там где-то показали это главное условие так вот главное условие чтобы все это построить там очень красиво футуристично но не скажу что это лучше чем у skyway просто но по-другому было за труба тоже там на вот этих вот построены красиво как бы в поле там ну конечно же как бы движется все это нарисовано было так вот показали джефф безус у там и другому там миллионеру и в общем то там они смеются потому что главное условие чтобы все это построить и чтобы все это функционировало да надо чтобы этим пользовались люди которые являются миллионерами потому что все вот это оказалось что это но очень дорого стоит обслуживаться очень дорого все это стоит строить очень дорого все это дошло было безопасность вот и вот они там рассмеялись при этих словах вот но как ни крути атака но и есть поэтому не знаю надо скажем так радоваться либо это веселиться либо это сказать так ну в общем то скажу так конкурент ушел с рынка и получилось так что world construction today продолжает в этих непростых условиях вызванных пандемию низких технологий не отказались от своих планов да они вот компания не отказалась компания разрабатывает производит и тестирует это вот все тексты word construction today до продолжает все эти значит испытания вот юнимобили они управляются искусственным интеллектом двигаются со скоростью 150 километров в час перевозят до 50 тысяч пассажиров в час вы знаете все эти наши уже показатели которые мы можем дать заказчиком потенциальным перемещение беспилотного транспорта обращают внимание что беспилотно на втором уровне исключает пробки дорожно-транспортные происшествия столкновение с пешеходами и без животными вот так же путевую структуру можно размещать рядом с домами практически бесшумный транспорт не потревожит жителей действительно как говорится вот эти вот наш транспорт он действительно мало того что если взять гибкую структуру пройдет везде между домами вот я так опять таки представляю раз в эмиратах это все строится то вот эти вот огромные небоскребы даже между ними будет проходить за трассы в общем то это будет наверное очень футуристично красиво или между этими натянута между небоскребом тоже будет очень здорово поэтому я говорю о том что действительно бесшумно потому что не сравнится на не с метро не по шуму вот этому передачи да не с трамваем который сейчас там сделали за большие деньги за 90 миллионов долларов один километр в общем то поэтому написано в конце хорошая фраза транспортно-структурные комплексные комплексы компании ист можно назвать более состоятельным решением чем переоцененный проект от виджин гиппер лук здесь ваши аплодисменты и ваши восклицательные знаки вот и поэтому вот я так могу сказать что действительно анатолий дурович спокойно вот вода камень точит да конечно иногда были там обидно как-то ему было что вот как я помню что вот что вы мне все про пила на маска на маска вот вот я в общем то уже давно разрешил и вот это не поедет все и все вот кто особенно противники которые тролли все поедет все подвижется ну вот илон маск взял и скажем так занимается сейчас другим делом но я нашел еще одно видео очень интересно вот илон маск тоннель гиппер лук от boring company вот ожидание реальность тоже нашел такое видео и вот я не совсем до конца осознал что это такое и как это и что ну в общем то еще окажется такого компания была создана помимо вот виржин гиппер лук еще была компания или на есть потому что видео то и 22 года посмотрел компания boring company выдали разрешение строительство сети тоннелей под лас-вегасом 51 станция планируется планируется общая протяженность маршрута составляет 46 километров и будет он вот в этих вот под землю будет перемещаться между стадионом казино выставочным центом и интернациональным аэропорт ну знаете лас-вегас это в общем то индустрия разве развлечений очень много казино спортивные соревнования там происходят всякие там праздники выставки выставки и так далее вот и вот такое касса борин к этот компани подлежащие илона маску она в общем то и существовало и сделали и вот тут ого значит смотрите видео там тоже есть коротенькое вы можете в общем то его набрать и на вот кстати так вот и называется потому что будет интересно илон маск тоннель гиперлуп от boring company да вот так вот так вот смотрите на самом деле оказывается илон маск используя вот видите автомобиль тесла да значит они говорят что время можно сократить 15 там до 1 минуту до трех минут однако спуска и подъем одной машины может занять пять минут то есть вы в общем то либо в машину садитесь подъезжаете там где вас опускает налить и там другой парень там показал что он как как бы спускается в метро и там вот эти вот машины ила то есть от tesla всегда там работают просто водители потому что изначально было так что якобы эти машины ездят тоже без водителей то есть такой авто до автотранспорт который не требует в общем-то садишься просто едешь ну было красиво все футуристично влетать и получились просто поставили теста туда машины и вот они едят и вот смотрите вот внизу значит человек спускается вот где-то там там две минуты он спускается потом вот показали как он тут нажимает вот и была красненькая на зелененький нажимает и вот загорается якобы зеленый коридор как бы красиво да вот и вот этот парень и говорит что вот мы с вами на месте наконец-таки спустились зеленый тоннель набираем скорость и его следующая картинка во первых вот смотрите вот это вот такой коридор который наше метро я считаю что она гораздо красивее лучше и так далее вот эта машина движется вот так вот по такому коридору и потом впереди видите загорается красный оказывается пробка в этом тоннеле в этом тоннеле оказывается что когда вот такие вот в час пик когда тебе надо быстро куда-то переехать ну тоже есть часы когда там час пик бывает и оказывается вот в этих тоннелях вот тоже такое установится он зеленый коридор превращается в красный и вот они едут на это вот на картинке мы не можем посмотреть а это вот есть со скоростью говорится телеги вот вам и вот этот вот коридоры все и там в общем то в чате стали писать такие вещи боже мой как в первую очередь я еще хочу показать нижнюю картинку где сам илон маск еще демонстрировал так вот там эта женщина реально там хватается ему за эту руку потому что у нее реально клаустрофобия потому что оказаться вот в этом в таком скажем так круглым тоннеле который без окон без дверей как говорится вот я вам рассказал что в швейцарии тоже в таком тоннеле ездил в огромном да ну огромный тоннель там две полосы в одну или там три не по три в другой он огромный во-первых и там есть через каждый там какой-то 100 метров или 200 метров там есть такие вот специальные площадки где-то выход и ты можешь если что-то случилось в общем-то убежать на поверхность там ну как как спастись спасти свою жизнь если что случится здесь получается цвета у многих людей развивается клаустрофобия так вот написано было люди которые проехались вот такой скажем так пишут что это смертельная ловушка отсутствие аварийных выхода вероятность возгорания при котором машина окажется заблокированы в узком тоннеле без окон и зверей вызывают как минимум обеспокоенность и клаустрофобию вот далее получилось что многие были крайне удивлены как вообще такое инженерное решение было легально разрешено администрации лас-вегаса без света вентиляции детекторов возгорания противопожарной системы без возможности машины людей прийти противствуются сбоку выйти наружу в случае аварии вместо экофракции брендли футуристического поезда который там вообще рисовали как это все будет красиво там все будет есть да у нас машины без обещанного ранее автоуправления каждая вас отдельно водителем человеком когда из-за ошибки одного могут пострадать все и кроме того там вот такая интересная вещь boring это как бурение вот было создано как говорится к бурен компании да и второе слово это скучный да то есть нам обещали гиперлуп а не скучный тоннель вот они еще и сыграли на вот эти на игре слов дано в переводе с английского boring бывает как бурение и как можно прийти в прилагательный скучный вот кроме того стоимость поездки обратите внимание вот сейчас работают якобы там три вот эти вот линии небольшие да то есть одна вот значит получается 2 и 8 милей это ну около там 30 с копеечками километров 5 долларов стоит до проехать там вот там три минуты написано да вот это если без пробок значит значит вторая получается если 36 мили 4 минуты двигаться 6 долларов и 49 мили там ну где-то шесть половины километров там 5 минут двигаться этого заплатить 10 долларов ну тут написано правда sample fair vehicle да это значит за одну машину но в любом случае этого знаете вот представьте вот у нас ну вы видели да мне совершенно не впечатлило вот это вот это вот скажем так круглый тоннель какой вообще маленькие до провода висят и там действительно вот было задумано одно сделали совсем другой то есть по мне это просто полнейшая фиаско да и кроме того этот участок там который там он к этому парень проехал даже я даже вообще не понял что такое там он вот стоимость пола полутора километра километрового участка которым там проехал именно у вас вегас лук обошелся в 52 миллиона долларов вот вы понимаете то есть я сейчас вот это когда все вот это вот нашел это видео случайно да я просто в ауте просто из того что обещали того что сделал вот в принципе я вам говорю что я слышал про метро в эмиратах но в принципе конечно там там все там вылезано все сама метро вот это без без водителя да там вот это то есть да впечатляет без машиниста который вот она впереди просто окно ветровой такой вот она там люди ходят смотрят и тогда золотой вагон либо это женский воду да вот ну ты можешь прокатиться и вообще там сито это впечатляет но здесь я просто считаю что это просто издевательство какой-то я не знаю будут они продолжать это вот застраивать эти 46 километров либо это вот на таком уровне все в общем по мне так это полная фиаско потому что никаких гиперлупах уже нету вот эти вот машинки тесла которые ездят там и возят людей там вот эта женщина там одна ехала на года мне нравится я вот работаю водителем ну типа я подрабатываю здесь когда час пик вот когда мне нужно вот я тут приезжаю подрабатываюсь она сама либо таксистка она либо где-то вот тогда спускается на вот работает это вот это ваша машина тесла нет она очень дорогая для меня я типа вот сюда прихожу как работу как водитель просто вот это вот туда-сюда вот по три минуты ездить вот вот такой вот у нее тоже получается хобби можно сказать до зарабатывания денег ну в общем ребята напишите свое мнение мне кажется что это просто просто out мягко говоря не вот и в результате что получилось что вот взял и маски купил соцсеть который называется twitter вот и вот такая шуточка что у тебя есть twitter и улана маска есть twitter но есть нюанс да не у нас как бы намекает что 44 миллиарда долларов он потратил а у меня вы вышел другой нюанс у юницкий string technologies одним конкурентом стало меньше вот вы меня под слышите а то я что-то говорю говорю как меня слышно вообще и видно поставьте плюсики или там минусики спасибо что-то увлекся вот ну вот такая вот такая вот вот как ваше мнение вообще на то что действительно вот такая ситуация какая она есть то есть думали вал как говорится думали шик а получился пшик вот по мне так вот я такой вот вещь нашел но я не знаю как это будет двигаться дальше поэтому я сейчас просто в таком диком восторге что творится о скажем так в компанию анатолий удар еще низкого сколько там всего продумано там мы нам показывают как там двери закрывается как там то как там все вот понимаете вот вихревые эти вот тормозили систему торможения придумали сейчас вот есть такая система есть такая система есть такой после такой боже в грузовой там все в общем и тут думали одно получилось вот такие вот машинки ездят да и вот возят людей вот так по километру по два по три вот перевозят где-то там вот вот вам и гиперлуп поэтому никаких тысячи до этих самых километрах речь не идет со скоростью сколько там двигаются вот видите там среднем 40 километров а вот там где пробка они вообще там еле-еле двигаются вот такие вот вот такой гиперлуп получился как говорится после того как вся шумиха весь хайп растворился вот ну и вот кадр из голливудского фильма остров да к сожалению я еще смотрел один фильм и я вам хотел я искал искал я даже помню как то лёшину мою числа что я тоже смог какой-то фантастический фильм при том какого-то там даже не 2005 года было 1998 я забыл его название и вот там тоже он фантастический фильм и в конце фильма я прям вообще застыл потому что там когда пошли титры там вот тоже в конце вот типа такого был нарисован что струны на тем то и на высоте уже вот тоже такое довольно-таки высоком между между зданиями между небоскребами и едут вот эти вот поезда на струнах поэтому ребят здесь я могу сказать либо анатолий дар еще это все ему там приснилось ему в общем то с космоса это приходит он это бит как это будет и в общем то он переживает потому что люди очень инертны очень малое количество людей он говорил всего там 5-10 процентов людей в авангарде все остальные люди в общем то не верят и вот это вот либо начинают бишь это все не может быть и так далее все то есть понимаете то есть они ориентируются большинство людей ориентируются на то кто что-то скажет либо это хайп какой-то либо это какое-то лицо как иван масс заявляющий вот все полетит поедет вот но когда сам ты думаешь я вот когда говорю ребят ну почему вы там не инвестируете разве это поедет я говорю если бы сейчас сказали что он самолета не летают потому что там в силу каких-то причин там допустим плотность воздуха уменьшилась теперь вот надо там ну что что нибудь в этом я бы больше поверил потому что здесь понятно вот есть опора 1 анкерная опора есть запора другая анкер она опора между ними могут быть натянута струны могут быть просто вот эти вот действительно реалиста такие для сита где-то те рейсон как есть нас быть почему по ним не может ехать поезд может потому что поиск и так есть только поезд едет по нас опору а здесь она натянута вот так вот это почему по как папа как по мосту ей por favor все ну да 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 Ну, я не знаю. И вот так вот, понимаете, то есть этих людей, они как бы вот вообще, я говорю, что очень шоры такие, вот дальше своего носа не видят. Вот они так живут в своем мерке и так далее. Поэтому я перестал обижаться на этих людей, и я просто сейчас говорю о том, что нашего с вами потенциала хватает, мы с вами можем продолжать инвестировать, мы можем с вами продолжать дискутировать, мы можем с вами помогать. И вот в данном случае я сейчас уже считаю, что надо помогать. Надо уже те люди, которые обладают определенной энергией убеждения, они должны ехать в те страны, где, в общем-то, правители этих стран, да, либо, скажем так, нуждаются. То есть они вот не смотрят на то, кто это сделал, как это сделал. Это сделал ученый мирового уровня, да. Поэтому вот я знаю, что такие люди есть у нас, которые ездят, ну, как минимум, вы знаете, Маслова, который ездит у нас во Вьетнам, там, да, Франтишек, Солар, вот, у нас есть вообще руководство в Skyward Community, это Кудряшов и Суходоев, да, они тоже очень большую деятельность работают. Но есть еще люди, которые действительно вот недавно, может, пришли в проект, но я тоже знаю, что они сейчас двигаются. Это вот я имею своих сестер, которые действительно очень много делают для продвижения этого проекта. Поэтому я говорю о том, что мы с вами тоже в Беларуси, мы должны с вами тоже максимально информировать людей, которые, может быть, приедут к нам в гости. Может быть, мы с кем-то можем общаться по Ютубу, по телефону, то есть по Зуму и рассказывать. Поэтому я вот сейчас на такой стадии нахожусь, то мне кажется, что нам уже пришло вот это вот время, когда вот этот, как моя Оля выразила, еще раз повторюсь, мне понравилось поражение, вот этот замечательный торт, красивый, свадебный, там, многоуровневый, да, он во всей сейчас красивый. Вы понимаете, сколько у нас всего сделано, уже все продумано, да, все-все-все до мелочей, поэтому сейчас эта задача, вот этот торт просто внести в красивый зал, кто первая из стран, которая вот это вот возьмет, она, в общем-то, действительно будет потом гордиться и говорить, что вот этот проект, он действительно мы первые сделали. Вот, конечно, в Эмиратах строится, но я опять-таки говорю, очень много конкуренции, в Эмираты все знают, там приезжают другие компании очень известные, да, и мы с вами про французскую компанию рассказываем, мы с вами про немецкую компанию знаем, вот, и китайцы тоже не дремлют и так далее, поэтому сейчас задача вот просто, как Олег Зарей сказал, сделать вот этот вот, скажем так, взрыв такой, да, взрыв продаж, поэтому я вас сейчас тоже настраиваю на то, чтобы мы с вами об этом тоже думали, потому что, в принципе, у нас все с вами готово для того, чтобы феерично ворваться в этот мир, вот, и об этом вот я еще тоже так вот удивился, конечно, Квадратикс такой есть компания американская, да, вот называется Квадратикс The Development, американская корпорация, которая представляет услуги в сфере строительства и транспорта с применением легкой бетонной легкой стали, которая сегодня работает в Саудовской Аравии. Вы знаете, что Америка в свое время очень плотно сотрудничала вообще с Ближним Востоком, в частности с Саудовской Аравией, вот, несмотря на все последние вот события, конечно же, скажем так, Саудовская Аравия меньше сейчас ориентируется на, вот, на, скажем так, Америку, но она все все равно очень сильно связана, да, и поэтому, смотрите, вот американская компания, она продвигает, вот, видите, и транспортные решения именно в Саудовской Аравии, и именно они взяли и подписали, подписали соглашение, вот, видите, компания Квадратикс сообщила на своем сайте, что подписала эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с компанией, которая вызывает струнный транспорт на Ближнем Востоке. Там много было таких вот статей-то, то есть таких и пунктов, вот, и в конце вот написано, что наши совместные усилия направлены на внедрение струнных транспортных комплексов в рамках текущих проектов в Саудовской Аравии. А мы с вами знаем, что в Саудовской Аравии планировалось, что город Неом или город Линия Лайн, да, мы, я вам рассказывал про это, и с Лешей мы не один раз к этому возвращались и так далее. И там действительно было тогда продумано, что вот сделать несколько подземных этажей, проложить и так далее. И я думаю, что даже тогда уже было видно, что это не совсем оправдано, потому что и пустыня там есть, и там есть и горные хребты, и, в общем-то, очень все сложно. И гораздо проще, наверное, провести это поверху, действительно, и когда сами саудиты, они хотят, чтобы город был без транспорта, именно наземного, да, то, мне кажется, вот решение именно юнийский String Technologies может предложить самое лучшее решение, и самое главное, что оно будет на порядок, а может и в два раза, ой, на несколько нулей дешевле, чем решения, которые были предложены, может быть, другими компаниями. Поэтому вот тут я был очень удивлен и в то же время очень порадовался. Поэтому сейчас, я думаю, этот год, когда там вот, я там читал, что задают масло вопрос, когда дивиденды и так далее, там все. Я думаю, что сейчас у нас понятно, что те люди, которые далеко от этого проекта, конечно, для них важно, когда вот они уже получат свои дивиденды. Наша с вами задача, вот, уже все-таки донести людям, что настолько сейчас все плотно, вы знаете, сколько приезжает сейчас действительно различных делегаций, с каким интересом они все это воспринимают, как они это все слушают. Поэтому я, например, вообще уже думаю, что здесь будут не просто, скажем так, поедет в одной стране, может, даже поедет в нескольких сразу странах, потому что сейчас, я еще опять-таки говорю, Анатолий Дарьевич соблюдает такой режим тишины, и я даже знаю, что он вообще старается не выходить, вот, скажем так, с лишней информацией, да, на то, чтобы это где-то кто-то, в общем-то, журналисты это осветили. В общем-то, очень все тихо, да, поэтому, скажем так, вот последние слова, которые вот он перед днем рождением дал, вот, да, вот мне они понравились, и я этим слайдом сегодня хочу закончить. Вот, как он сказал, что у меня есть сочетание качеств, которые помогают мне делать то, что я делаю. Это системный подход и высокие цели, до которых я шел с самого детства, не думая о деньгах и славе. Поэтому здесь можно поаплодировать, и вот действительно у нас сегодня получилось сравнение Илона Маска, который, скажем так, вложил 44 миллиарда долларов и купил Твиттер, потому что Гиперлуп у него уже, в общем-то, ну, ему стало неинтересно, и вот как бы не пошло, не поехало, и не помогло там то, и вот теперь вот эти вот машины, вот Тесла, которые тоже, я читал одного инженера, который тоже говорит, что это больше, очень много там напускного, очень много там придумано, есть гораздо лучшее решение, вот. Ну, в общем, я так смотрю, немножко вот совершенно два разных человека и два разных подхода. Поэтому я очень рад, что мы с вами работаем именно в компании не Гиперлуп и Вирджин там, да, а именно в компании вот у Анатолия Дарда еще и у Ницкого, помогаем ему продвигать вот такой замечательный проект, который, как я написал с днем рождения, там, конечно же, все желали здоровья, все желали успехов, вот. И мое пожелание было такое очень короткое все. Я пожелал реализации всех проектов, реализации адресных проектов на всех континентах. Вот. Анатолий Эдуардович, так оно и будет. Спасибо. Спасибо, Леночка. Так, Леша, ты с нами? Добрый вечер. Да. Я не завис или нет? Нормально? Нет, все, хорошо, слышу. Ну да, такая интересная, получается, как бы гонка, молодость против опыта, да, там, Америка против нашего, можно сказать, советского континента. То есть, это даже какого-то гонковооружения. То есть, кто будет быстрее, кто будет эффективнее, вот, в их обществе, да, и бегут, которые, да, по-моему, тоже, там, в 19-м году все это появилось. Вот, я помню, что своим нагруппникам когда-нибудь давал информацию, что, ну, это был 2014 год, вот, смотри, там, новая тема, транспорт. Вот, и мне скидывали ссылочку на Википедию, вот, смотри, вот, тут уже и Ламаз, уже все давно придумал, вообще, в 2000 раз такой статистикл. Вот, ну, а по факту смотрим, что у нас все, прям-то уже целый комплекс, уже и 10 лидер подъезжал состава, и такие трассы, и грузовые, и легкие, да, то есть, ну, а гиперлук все, в принципе, как-то, да, только какие-то показывают, где-то тележка проедет, а, ну, в общем, как-то, а островный метр. Вот, так что, не знаю, все эти штуки, оно, как бы, юнистик говорит, что, ну, то есть, да, может быть, гиперлук, когда-то, ну, не вакуум, там, форма вакуумной, и, может быть, не везде, а, конкретно, допустим, там, по перемещению через океан, то есть, ну, как бы, зачем делать трубу где-то над землей, вот, где можно смотреть, ну, просто, ну, просто, то есть, это, может быть, имеет смысл сделать, там, провести, там, где дорога, допустим, будет идти, там, из Нью-Йорка, например, в Лондон, и она будет идти, там, на глубине 50 метров под водой, да, там можно сделать трубу, вот, да, там можно сделать, там, какое-то форма вакуумное пространство, то есть, там, где можно разогнаться на тысячу километров в час, вот, то есть, ну, какое-то такие узкие, узконаправленные, да, оно применимо, вот, ну, опять же, не повсеместно, такое, вот, так что, все это наблюдаем интересно, вот, а по поводу фильмов, то, что ты говоришь, ну, по-моему, вот, я еще помню, был такой фильм «Пятый элемент», вот, там все, правда, не помню, там они летали на, 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 на дорогах, или просто вообще из этих, нет, они просто летали, просто. Ну, вот, мне пришел еще голый элемент, а то, что 98-й, вот, я даже не знаю, что там, что там, что там речь, я знаю, были картиночки, помнишь, эти картины, которые были, там, 1914-й год, марки советские, там, сверху, на дороге струнные, вот, это, ну, за что раньше показывали, как бы такое, да, ну, так что? Ну, в общем, вот, да, так получилось неожиданно, сравнение, и в данном случае, я говорю, я, конечно, вот, искал, чего найти, и случайно нашел, действительно, вот это вот, скажем так, как ты говоришь, Леша, может, когда-то и будет, а мне кажется, уже никогда не будет, потому что все это накрылось медным тазом, и вот такое решение, такие вот, просто тоннели, какие-то там трубы, да, при том, что, и там просто едет машинки, как говорится, Тесла, просто их, наверное, вот так вот, их никто купить не может, вот решили применять. Это уже, мне кажется, безысходность, то есть вот эти тоннели, которые решились в Лас-Вегасе, там, зачем, в Лас-Вегасе, интересный город, я знаю, когда у нас, мы с студентами, я летал, тоже с другой студентом ездил в Лас-Вегас, и там у меня была такая развлекуха людей, те, кто играют в песенок, в одном месте, в другом месте, были специальные такие каталки, ну, как инвалидные, ну, не знаю, ну, не инвалидные, а просто такие, и человек, ну, просто было лень идти из одного казино в другой, и вот эти вот, ой, бас-бой, да, на этой каталке перевезли из одного казино в другой, ну, может быть, там, вот, как-то на фоне вот этого, они решили придумать, типа, прямые какие-то каналы, из одного казино в другой, а вот, и потом, ну, замахнулись там на какие-то автоматизированные, а не получилось, мы вдруг придумали, а давайте сделаем Тесла, ну, и, в общем, поехал, пошел, поехал. Леш, тут жалуются, что у тебя звук не очень там, вот, поэтому там что-то прыгает немножко там, вот. Ну, в общем-то, мне осознание того, что происходит, то, что, скажем так, в компании Virgin, понятно, в компании вот UST, я вижу просто колоссальный разрыв сейчас, действительно, да, и поэтому могу сказать, что я, вот, спасибо за то, что я читаю эти вебинары, потому что, как говорится, иногда тоже находит такое, что вот как там, что эти какие-то новости, а когда ты сам посмотрел, что было, сколько компаний за 20-21 годы разорилось, да, сколько ушло с рынка, сколько сейчас, как говорится, камней, преткновений и так далее, но компания движется, развивается, и вот этот поток людей, которые приезжают в Шаржу, которые вообще хотят встретиться с Анатолием Эдуардовичем, да, которые посмотреть, пощупать, потрогать, и я говорю, что я просто испытываю большую гордость, вот, и я просто говорю, что нам с вами нужно сейчас объединиться и действительно просто знать внутри себя, в первую очередь, что это настолько все круто, все движется и действительно развивается, что мы даже не просто одним видом должны показать о том, что у нас все действительно идет как по маслу, вот это я сегодня тоже для себя уяснил, что действительно я очень рад, что мы настолько сильно оторвались от нашего такого конкурента хайпового, да, что просто, ну, как это, как телега, как ты говоришь, на какой там везли, там, да, и как ракета, вот такое у меня сравнение сегодня возникло, вот, спасибо, ребят, всем, спасибо за ваши добрые слова, вот, поэтому я очень рад, и ваши комментарии, то, что вы присутствуете, пусть всегда в небольшом количестве, у нас где-то 10-11 человек постоянных, да, участников, но, вот, как говорится, это все равно очень и очень заряжает, и потом хочется, вот, я не могу, вот, просто, знаете, там, скажем так, заряжает меня, заряжает моих людей в моей команде, да, заряжает окружающих, вот, и я вам очень благодарен вот за вот эти встречи с вами, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Да. Спасибо вам, спасибо за хорошие слова, да, спасибо вам огромное, да, спасибо. Все, всего хорошего тогда до следуя, уже в мае получается? Да, уже в мае, да, до следующего 4-го, 4-го, быстро. Да, уже в мае, да. Все, пока-пока. Пока.